Продолжение следует... Продолжение следует... Загляните вовнутрь кроссовка. Там есть бугорок. Это ваш супинатор. Он правильно распределяет нагрузку на стопу и тем самым снижает воздействие на опорно-двигательный аппарат. Материал, из которого сделана верхняя часть кроссовка, должен быть мягким, удобным, а также давать возможность дышать стопе. Лучше, чтобы сверху была сетка. Итак, двигаемся дальше. Если вы выбираете кроссовки для прогулок, то они должны быть мягкие и удобные. Но если вы гуляете за городом, где пересеченная местность, то лучше всего, чтобы подошва была рельефная. А если вы гуляете по городу, то выбирайте гладкую подошву без агрессивного трека. И на очереди у нас... Кроссовки для тренировки в зале. В отличие от беговых кроссовок с задранным носком, здесь носок менее завернут. Это позволяет стопе полностью располагаться на тренажере или поверхности, контролировать движение и правильно выполнять упражнения. Их основные требования – это легкость, воздухопроницаемость, амортизация и хорошая фиксация. На подошве возможен специальный рисунок. Например, круг, который расположен ближе к внутренней стороне стопы. Он позволяет сделать вращения более легкими. Такая обувь подходит для степа, аэробики, занятий в тренажерном зале, а также интервальных тренировок. Обратите внимание, что для игровых видов спорта, таких как футбол, баскетбол или теннис, существуют специальные профессиональные виды обуви. Мы определились с различными видами кроссовок, а сейчас разберемся, как их правильно мерить и выбирать размер. Во-первых, мерите кроссовки на обе ноги. Во-вторых, лучше всего это делать во второй половине дня, когда нога немного увеличена в размере. И в-третьих, обязательно на спортивный носок. И еще один важный момент – это размер. Если классическая обувь делается с интервалом в один размер, то спортивная обувь делается с интервалом в полразмера. Это позволяет максимально четко и качественно подобрать для себя кроссовки. Хочу обратить ваше внимание, что средняя стоимость качественных кроссовок – 400-500 гривен. Любой тренер разрешит вам сэкономить на спортивном костюме, штанах или майке, но никогда не позволит тренироваться в некачественной обуви. Вам это может показаться дорогим удовольствием, но поверьте, здоровье гораздо дороже. Тренируясь в плохой обуви, вы рискуете навредить своим коленям, суставам, позвоночнику и всему организму в целом. Поэтому качественная обувь – это главное условие для полноценных и эффективных занятий спортом.